короче ребята всем привет как вы видите я вернулась в москву скоропостижно первым рейсом дабы чтобы не было никаких вопросов решила вам записать это stories сейчас сразу скажу это никакой не хайп не прогрев у меня до сих пор билет на 1 мая и сочи обратно я покупала туда и обратно у меня должна была быть фотосессия сегодня я отменила ее в общем два часа ночи так случилось так наверное должно было быть что я облокотилась на диван и чисто случайно увидела то что не должна была видеть в телефоне у антона вот соответственно дальше последовал последовал скандал куча клятв куча каких-то придуманных надуманных версий что я где-то неправильно поняла где-то что это не досмотрела но по факту я видела то что видела вот и как бы я принял решение поехать в загс обращаем договор свидетельства выключения брака и подать на развод потому что потому что после таких моментов отношения прежними уже не могут быть несмотря даже на то что антон там не клялся и сыном и матерью что мне что-то показалось у меня есть убедительная просьба нет даже не к антону а к этому менеджеру с которым менеджером с которым антон 2 часа ночи за моей спиной обменивался любезностями ты мне пожалуйста дорогая когда твои ожидания от отношений не оправдается не нужно мне писать и звонить я через это все уже прошла пожалуйста сами без меня этом говнеце ну как говорят в народе в ссоре виноваты оба всегда я себя ни в коем случае не снимаю ответственности возможно бы никаких менеджеров из greenway красногорска не появилось если бы я чаще смотрела антону в рот но после своих последних неудачных отношений где я как раз таки это дело смотрела мужику в рот я проработала этот момент и мне гораздо комфортнее стало жить у меня повысилась самооценка в любом случае все будет кока-кола по крайней мере у меня да пострадаю немножко ну там все таки почти пять лет отношения делись немножко обидно на этом жизнь не заканчивается мы идем дальше кстати в сочи у нас с антоном была последняя наша встреча я ему так об этом сказала мы больше не увидимся с ним он был первого прилетает и первого я улетаю короче я желаю счастья вам чё там дальше менеджер венвей продолжай сердечки не забудь поставить вы видите да что я без какого-либо негатива за пять лет было много всего хорошего плохого это сейчас выливать как многие делают вываливать как бы истинную причину вы знаете ничего там додумывать не надо придумывать для меня это предательство поэтому я не могу жить с предателями потому что сама бы так никогда не поступило ну по себе людей не суди ну блять это же я у меня сейчас менеджеры девчонки из гринвэя с которыми общаюсь начали писать кто она просто она так подписана для отвода глаз это не факт что она менеджер гринвэя ну согласитесь менеджеры друг друга в два часа ночи не шлют сердечки и не архивирует диалоги не очищает причем она написала он ей ответил да вот а дальше переписки там выше не было потому что она была почищена открыть мне прям номер телефона не удалось и аватарку потому что мне антон дрожащими руками вырвал этот телефон из рук и начал мне доказывать что он написал спасибо не сердечко а спасибо ну то есть что я выпила два бокала вина два часа назад и типа мне кажется но я своими глазами видела ну все видела зачем мне саму себя обман кульминации вранья было то что он продолжает стоять на своем что он якобы написал спасибо и сердечко в ответ тоже на сообщение где были использованы сердечки там смущающиеся смайлики и так далее я говорю тогда что на что ты спасибо написал ну меня попросил менеджер помочь в этом сообщении я написал спасибо то есть вы меня просите помочь вам пишу спасибо ну просто вот естественно никто мне не дал этот телефон в руки больше да и не он не нужен был уже я все поняла но если выговариваться это выговариваться нужно полностью я уже и так застряла сторис и последние два месяца антон свой телефон кладет лицом вниз около двух месяцев может быть двух с половиной выставляет в ночное время какие-то лютейшие типа секси песни а утром снимает сторис и с оттянутым баклажаном типа вот твой баклажан ждет тебя у викира монет дома ну как бы блять конечно меня это все наталкивало на мысль но я знала что рано или поздно все все равно всплывет и вот имея такую неосторожность неаккуратность нужно настолько дел вы понимаете просто вот так вот бальяжно себя вёл что за моей спиной вот здесь вот прям вот с левой стороны переписывался ну дума прокатит сегодняшнего дня вопрос официально вопрос когда дети снят потому что не от кого мне рожать детей пока что может я тоже какого-то менеджер из гринвэя найду из красногорска вы видите мою манеру общения мои восприятия жизни в целом да поведение мое уже знаете и скорее всего у него руки тряслись из-за того что я увижу кто она потому что был бы лютый пиздец еще вчера это очевидно не ирина шейх иначе он был давным-давно уже свалил к ней а так чё то вот чё то тянул чё то ждал антон отвечаю тебе на сообщение лично чуть мне ты не писал и не говорил этого так наверное зафиксировал я выпила вчера два бокала вина с хинкали в ресторане при тебе ты видел это да и где-то часа через полтора заказала третий бокал в номер на вашу веселую тусовку на которой я увидела на собственно говоря твою переписочку вот видимо коллективный совет вот прям сразу час три час 35 посоветовал или он решил делать так что я типа выпившая и мне кажется да но окей пусть будет так это его версия мою версию вы слышали твои вещи не будут дома у меня находиться если ты напишешь адрес своей новой подружки твоя подружка напишет если есть у нее до жилье там куда можно доставить курьером я плачу чтобы ужираться мне в говно вот правда кто меня знает мне надо выпить ну бутылки две-три вот прям чтобы быть такой неадекватной тем более у меня должна была быть съемка в 10 30 но лучшая защита это нападение если ты не изменяешь почему ты не можете показать телефон эту переписку спасибо там не было было просто сердечки взаимообмен или троллевали это тони мне просто только что показала я не думал я не видела что он писал это он специально написал чтобы зафиксировал чтобы потом раз я могу отправить электронное письмо чтобы потом распространять это потому что он мне сказал если где ты ты что-то сольешь я тоже столько говна на тебя но это все в стиле антона собственно говоря он из первого брака тоже так выходил вы свидетели я его ни разу не оскорбила ничего из отношений не вынесла просто рассказала причину почему мы разошлись вот и все рано или поздно она всплывет я этой полезнейшей информации делюсь вами не для того чтобы вы там писали антону или же соболезновали мне да все соболезную представляется никто не умер ничего катастрофического не случилось так бывает выбор человека я его должна принять я его приняла просто раньше был вопрос когда дети сейчас будет вопрос почему развелись потом но я пост не собираюсь писать как многие блогеры это делает вот ну кто успел посмотреть послушать и тот посмотрел возвращаться к этой теме я не хочу не собираюсь не буду больше моем аккаунте вы антона не увидите какая прелесть кто-то будет опускать голубей а кто-то родится